Я пришел давно. В детстве я болел, и мне понравилось, что врачи помогают очень сильно, становится сразу легче. Я в профессии уже 46 лет. Половину срока я работал военным врачом. Я начал на Северном флоте, потом в ракетных войсках, сначала в ракетном гарнизонном госпитале, потом в центральном, последние 20 лет в гарнизонном госпитале. И как раз 20 лет я уже в здравоохранении Московской области. Ну, сначала в Перхужскую больницу, а теперь мы переехали в Звенигородскую больницу. Ну, профессия крайне интересная. Я вокруг себя удалось собрать коллектив, который фанат из своего дела, скажем так, потому что в медицине должны те, кто либо преданные ей и должны работать в неурочное время, в урочное время, в любое время дня и ночи оказывать помощь больным. Это такое святое дело. Ну, мы стараемся это делать, и у нас это получается. Я оканчивал Одесский медицинский институт в 1976 году. Стоматологический факультет. Значит, специальность через севая хирургия, ну, формировалась на моих глазах, поскольку раньше была хирургическая стоматология, это исторический такой ракурс небольшой. Потом отделилась, отдельно отпочковалась через севая хирургия. Поэтому это узкая специальность, которой занимаются хирургией головы и шеи. В нашем отделении выполняем объемы все. В общем, что нагловейшее, мы все оперируем. Отделение на отделение замкнуто полмосковской области, по факту. Значит, согласно приказам Минздрава, там всего 8 районов у нас маршрутизировано. Но учитывая, что сейчас сложилось так, ремонт идет в Маньяках, отделение через севая хирургия в Маньяках сокращено до 30 коек. Поэтому нам везут со всей области. Вот сегодня ночью поступил с Дмитрова, с Химак. Значит, у нас процентов 70 больных идут по неотложным показаниям. То есть это гнойные процессы, травмы. И где-то процентов 30 мы выполняем плановые операции. Значит, объем достаточно широк. Мы лечим травмы, все травмы через севая область, в том числе глазницы и окологлазничные. Я могу смело сказать, что немного отделений в области, да и в Москве, занимаются травмами глазницы. У нас отделение мы выполняем и достаточно успешно. Травмы нижней челюсти, верхней челюсти, адентогенные синуситы, заболевания слюных желез, доброкачественное образование кожи, слизистой, подкожной клетчатки, головы и шеи. На нашей базе лицензирована пластическая хирургия. Пластическая хирургия подразумевает себя как реконструктивно-пластическая операция, так и косметическая операция. Но косметической мы занимаемся ограниченно, поскольку сейчас несколько ограничены в коечном фонде. В связи с ремонтом наши, ну, я надеюсь, что, и мы, в общем-то, не только надеемся, мы уверены в том, что перспектива в ближайшее время ремонта кончится и в нашей центральной районной больнице. И тогда мы сможем расшириться до 40 коек, которые по приказу. И мы сможем оказывать и пластическую хирургию в полном объеме, так и косметическую, и реконструктивную. Реконструктивная – это интересно. Мы сейчас занимаемся реконструктивными операциями, которые выполняем и индивидуальные пластины, и 3D-моделирование. Детское отделение – это отдельное направление. Детская через свою хирургия у нас в области имеется только в маньяках. Там есть отделение через свою хирургию, там оказывают помощь. Почему? Очень много, к сожалению, условий, как и для лицензирования детской через свою хирургию, но вот так для оказания помощи деткам. Это такая проблема, которая, ну, в общем, в московской области решается потихоньку. Травмы мы все оперим только внутривым способом. То есть снаружи мы стараемся минимизировать. То есть все операции на переломах лицевого скелета мы с доступом из ротовой полости. Ну, у нас для этого есть все оборудование, в общем-то, у нас и эндоскопы есть. И, в общем-то, спасибо нашей Минздраву, что нас, в общем-то, обеспечили достаточным количеством оборудования, которое мы можем успеть справляться. То есть видеоассистенция – это очень важный такой момент. И у нас специалисты достаточно квалифицированы. У нас в отделении работают два доктора с высшей категории, три доктора с первой категории, два кандидата медицинских наук. Мы являемся также клинической базой двух кафедр. Кафедре через свои хирургии Манякова и кафедре хирургической стоматологии и имплотологии Манякова. Что это дает? Это дает то, что мы, ну, так сказать, на последнем, самом последнем достижении науки и техники в медицине мы хотим-не хотим, но должны, потому что приходят студенты. Для того, чтобы студента учить, мы должны сами учиться. Ну, это дает много, в общем-то. Мы регулярно, в нашей базе, проводятся областные конференции, которые, в общем-то, со всего округа мы собираем. И по обмену опытом, по рассказам, как хорошо, что такое хорошо, что такое плохо. Ну, понимаете, я, в общем-то, у меня и дочка врач, да, и все мои, вот, все, кто у меня в отделении работает, мои ученики. И у нас все очень просто, что мы работаем для больного. Больной, ну, это главное. Если готовы к такому отдаче, потому что, к сожалению, сейчас, ну, много поставлено, ну, не в ту сторону немножко, да, скажем там. Частные структуры пытаются заработать деньги, раскручивать прочее. Мы, государственное учреждение, мы все работаем в системе МОЭС и без всяких вопросов, чтобы смог отдать всего себе больному, переживать за больного. Все переживают. У меня доктора переживают, могут ночью приехать в любую время. Если прооперировали, иногда приходится перевязывать позже, могут. Это, ну, то есть, в любое время дня и ночи. Не стоит, что у нас дежуранты, но если автор прооперировал, как правило, всегда переживает за больного, который, что хирург, любую операцию, ну, пропускает через себя. Хоть говорят, что врачи, они черствые, на самом деле, это далеко не так. Это внешне может быть, но все смерти, все, переходим, пропускаем через себя. И очень печально, когда мы не, мы же не всегда можем, на все, так сказать, воля Божья, но мы стараемся максимально помочь больным. Я дожил до той счастливой жизни, когда я период только в самое сложное. И, в общем-то, поэтому у меня в этом плане хорошо, имею право выбора как заведующий. Потому что, ну, много рутинных, да, операций, которые, ну, интересные, творческие у нас. Не стоя в том, что у нас пока не лицензировано ВМП, это мы планируем, у нас есть в планах ВМП. ВМП – это, ну, высокие технологии. Мы оперируем высокие технологии. Почему? Для того, чтобы хирурги росли. Хирург должен профессионально оперировать, чем сложнее, тем лучше. У нас, в общем-то, любая сложная операция сначала обсуждается, проводим такой, ну, скажем, мозговой штурм. Каждый высказывает свою идею. У меня в отделении каждый врач имеет свое, так сказать, право голоса однозначно. Учитывая мой опыт, я говорю так, вопросов нет. Я вот имею свою точку зрения. Сначала вы доказываете, сказать это, например, что по данным литературы, мы читаем не только российскую, сейчас, к сожалению, проблема с иностранной прессой, но тем не именно периодическая пресса, не то, что там классика. Если вы доказываете, вопросов нет. Самое положительное то, что мы уже три года работаем совместно с ЛОРами, то есть отделение от ленингологии тоже на нашей базе, на нашем этаже. Это очень хорошее такое подспорье, потому что вот сегодня мы выполняем, сегодня сейчас наши доктора совместно с ЛОРом выполняем довольно такую интересную операцию, там образование в области ротоглотки, то есть на границе через лицевой и ЛОР. И когда мы вместе с эндоскопом заходим, то есть эффект для больного, не надо никуда мотаться, никуда ездить, начинать там, оканчивать там, а делать все в одной операционной. Ну, в течение, думаю, часа полтора должны окончить. Надо просто переживать за больного, и все. Каждый приходит своей болью. Ну, как его бросить и уйти? Ну, я так не могу. Пока я бодрый, весел, не стоя на свой достаточный возраст, не буду называть. Я, конечно, не девушка, но я... Да, это интересно. Это интересно, и тем более новые технологии, это каждый раз интереснее. Если мы будем читать, зачахнем, тогда это плохо. Тогда я, ну, вообще-то, законы даже и любого развития любой организации, она идет сначала по кривой вверх, потом выходит на какую-то прямую. Если тут в эту прямую не поднять опять вверх, то она пойдет к низу и зачахнет. Мы такое не позволим. Во-первых, в ближайшие много лет. За 20 лет работы нашего отделения нам едут со всей области, едут потому, что мы лучшие. Я этого не стесняюсь. Мы, во-первых, с больными сейчас надо уметь беседовать. Сейчас все нервные, напряженные. Ну, ситуация, в общем-то, везде напряженная, но в том числе в медицине это острие, когда здоровье самое главное для человека. Можно многие вопросы решить, материальные, их решить, не решить. А здоровье это еще важный момент. Мы, я бы сказал, приезжайте, мы окажем любую помощь в самом полном объеме. Если нет ложной помощи, мы оказываем всем по ОМС, по лесу. Ну, а если плановая ситуация, сложная операция, то она нужна, конечно, на Московскую область. Берем только Московскую область. Ну, можем в порядке исключения взять других, но это очень так проблемно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова